В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Станислав Катаров пригласил предпринимателей округа на бизнес-завтрак. Наша с вами, я считаю, общая задача – это двигать развитие нашего бизнеса в Ленинском районе вперед. По новому адресу у Видновской стоматологической поликлиники «Новоселье». У нас планируется много что нового технического, много что интересного. Самые маленькие жители муниципалитета зарядились праздничным настроением на елке главы. Новогоднее настроение очень чувствуется. Спасибо! Предпринимателей муниципалитета пригласили на бизнес-завтрак с временной исполняющей полномочия главы Ленинского городского округа Станиславом Катаровым. Какие вопросы обсуждались, узнал Максим Козлов. Ароматный кофе на столах, теплая и уютная атмосфера. Что еще нужно, чтобы поговорить по душам? К предпринимателям Ленинского округа, которые собрались на бизнес-завтрак, с приветственным словом обратился временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров. Сегодня мы с вами здесь встречаемся и мне очень приятно на самом деле здесь находиться, видеть улыбки на лицах, светлые умные глаза наших предпринимателей, наполненные энергией. Поэтому я считаю, что у нас точно с вами все получится. Главная цель мероприятия с участием руководства округа и предпринимателей поближе познакомиться друг с другом и с традициями, которые сложились в бизнес-сообществе. У меня бизнесу порядка шести лет и с того момента, как я вступила в торгово-промышленную палату, начала тесно сотрудничать с администрацией, с управлением образования, с заместителем главы. Действительно и бизнес пошел вверх и мы начали реализовывать крупные проекты у нас в городе, которые повышают и личный статус организации и статус округа. В настоящий момент на территории округа работают более 17,5 тысяч представителей крупного, среднего и малого бизнеса, поддержку которых осуществляет торгово-промышленная палата. Мы выступали на площадке торгово-промышленной палаты Российской Федерации, нас выделили как основную и самую важную и главную палату Московской области. Наши лучшие практики взяли за основу в этом году. С началом СВО зарубежные аналитики предвещали скорый крах российской экономики, но благодаря мерам поддержки предпринимателей эти печальные планы не сбылись. Термин импортозамещение это непростые слова, это действительно то, над чем сейчас работает вся страна. Поэтому и Ленинский городской округ не исключение в этом смысле, и поддержка торгово-промышленной палаты, и непосредственно администрация, она как раз направлена именно на эти цели. Преддверие нового года это еще и время подведения экономических итогов. И здесь Ленинскому округу есть чем гордиться. Обще экономический оборот у нас за 11 месяцев 2023 года составил 636 миллиардов рублей, что на 9,4% больше, чем в прошлом году. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 115 миллиардов рублей. Это на 15,2% больше параметров 2022 года. Рост производства собственных товаров больше, чем в среднем по стране. И сами предприниматели отмечают новые вызовы. Это не только испытание на прочность, но и способ по-новому взглянуть на ведение бизнеса. Любой кризис это возможности. И в нашем случае произошло то же самое. Мы смогли потеснить ряд иностранных европейских производителей. И соответственно для нас этот год оказался удачным. У нас рост он рекордный год для нашей компании за все время существования. Обсудили на бизнес-завтраки и ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа подчеркнул, что все они не останутся без внимания. Поэтому наша с вами, я считаю, общая задача это двигать развитие нашего бизнеса в Ленинском районе вперед, чтобы бизнес развивался, бизнес рос, бизнес приносил вам дивиденды, а нам налоги. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Центре социального обслуживания Домодедовский прошла традиционная предновогодняя встреча местного отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Подробности в сюжете Инги Инчук. Сегодня в Центре Домодедовский собрались люди, которые в раннем детстве посмотрели страху в глаза. Пронеся воспоминания о страшных событиях сквозь годы, сейчас они оказывают помощь детям уже другой войны. На протяжении 2023 года они делали взносы для Аллеи Славы в Донецке и сейчас строят планы на будущий год. В наши планы входит также посильная помощь Донецку и также шефство над Аллеей Ангелов в Донецке. Общественную организацию уже много лет поддерживает депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. Он поздравил бывших узников фашистских концлагерей с наступающими праздниками и вручил памятные подарки. Жители нашего округа, люди, которые прошли за стенки гестапо, и в этом смысле для нас очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку, нашего внимания. И поэтому каждый раз, это уже традиция, мы ее отменять никогда не будем. Вот до последнего нашего ветерана, который еще с нами будет оставаться, будем проводить такие акции. Такие мероприятия объединяют всех, кто помнит ту далекую войну. Хоть и говорится, что время лечит, забыть пережитый ужас до конца не получается. Страшно было. В общем, все эти страхи мы пронесли за всю свою жизнь. Поэтому никому не дай бог такой войны. Своя трагическая история есть у каждого из присутствующих. Но сегодня они улыбаются. Любовь к жизни была сильнее и помогла в свое время выстоять. Теперь они преподносят уроки новому поколению. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Коллектив Видновской стоматологической поликлиники отпраздновал новоселье. В следующем году медицинское учреждение отметит свое 30-летие. И новое здание, куда переехали врачи, стало своеобразным подарком к юбилею. Максим Козлов побывал на открытии. Сказать, что это событие было долгожданным для видновчан, не сказать ничего. Поздравить врачей Видновской стоматологической поликлиники с переездом в новое здание пришли представители Министерства здравоохранения Подмосковья, руководство администрации Ленинского округа и коллеги. Площадь нового здания более 1100 квадратных метров. И если раньше медики могли принять не более 170 пациентов в день, то теперь получить стоматологические услуги смогут более 350 человек в день. Главный врач поликлиники Геннадий Курятников провел для гостей небольшую экскурсию. То есть аппаратом просто делается, вставляется и выбирает все, делается и все. И тут же изображение подняется на компьютере. Раньше в этом помещении на улице Строительной располагался Центр занятости населения, который теперь тоже получил новую прописку. Это локация видновской стоматологии, совместный проект администрации округа и Министерства здравоохранения Московской области. Было выделено здание, соответственно, поставлена задача за год нам это все сделать. Подрядчик отработал на все 100%. На все 100% поликлиника шикарная, выполнена по брендбуку, который утвержден у нас. Старое здание стоматологической поликлиники – бывший детский сад, построенный еще в 1959 году. Его площадь была вдвое меньше нынешней. Узкие коридоры, где пациенты ожидали приема, тесные кабинеты – теперь все это в прошлом. Вот наконец-то мы переезжаем. Люди рады большим коридорам в первую очередь. Большая площадь обустроена, все сделано для врачей и в первую очередь для пациентов. Подокупаем оборудование, врачи все квалифицированные приходят на эти же места и продолжаем работать. И наш пациент переходит с нами. Действительно, новые просторные площади открывают для врачей, а значит и для пациентов новые возможности. И штат специалистов, который сейчас составляет 54 человека, в ближайшее время будет увеличен вдвое. У нас планируется много что нового технического, много что интересного. Это и стоматологический микроскоп операционный. Это в перспективе общий наркоз, потому что прекрасно сделана централизованная вентиляция. Это и онкоскрининг, несколько аппаратов у нас закуплено. Это и компьютерный томограф, который будет стоять в рентген-кабинете, мы просто не успели перевести. А так мы готовы. Несмотря на праздничную атмосферу, у медиков сегодня обычный рабочий день. В настоящий момент к поликлинике прикреплено почти 180 тысяч человек. Отдыхать некогда. День, конечно, долгожданный. Давно ждали этого события, наконец-то все это свершилось. Здание красивое, ремонт современный. Все, мне кажется, что я не одна такая, которому все очень понравится. Пока прием ведется в обоих зданиях, но в начале следующего года стоматологическая поликлиника переедет на новое место окончательно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Сотрудники управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Домодедова, Серпухова, Ступина и Ленинского городского округа задержали двоих ранее неоднократно судимых жителей Тульской области, подозреваемых в серии краж. По предварительной информации, с ноября злоумышленники совершили семь краж из частных домов, расположенных на территориях четырех муниципалитетов Московской области, а также в Новой Москве. Один из правонарушителей отжимал окна первых этажей домов и проникал в помещения. Грабители похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие ценные вещи. Пособник, выполняя роль водителя, осуществлял транспортировку из Тульской области к местам совершения преступлений и обратно. А куда он вещи эти девал? Может быть, в скупку какую-то вы заезжали по дороге? Нет, мы никуда не заезжали. Я его уез на адрес, там указано, я писал. И все, и там он все забирал. Общий ущерб составил более миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. В ходе обыска квартир преступников изъята часть похищенного имущества и автомобиль, на котором передвигались фигуранты дела. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом злоумышленникам избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В кинотеатре «Искра» прошел финал конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы». Мероприятие организовано Центром детского творчества «Импульс» при поддержке администрации муниципалитета. Детали о Юлии Стаферовой. Уже в 29-й раз Центр детского творчества «Импульс» организует и проводит традиционный окружной конкурс новогодней елочной игрушки под названием «Праздничный наряд для лесной королевы». В нем приняли участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет из разных образовательных учреждений муниципалитета. К новогоднему празднику дети готовят новогодние открытки, игрушки. И потом профессиональные жюри из педагогов Центра детского творчества оценивают эти детские работы. В кружке открытия школьники лепят поделки из соленого теста. Их композиции также представлены на конкурсе. Преподаватель кружка Наталья Брагина пожелала ребятам успехов. Конечно, процветания нашему конкурсу желаем. Пусть и дальше он радует детишек. Пусть они приходят к нам, смотрят наши спектакли, сказки, получают огромное удовольствие. В финале конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы» были представлены лучшие работы, которые накануне выбрали члены жюри. Работы победителей выставлены в кинотеатре «Искра». Там же состоялся новогодний спектакль. Депутат Московской областной думы Владимир Жук выступил с поздравительной речью, а также вручил дипломы победителям. Когда с детьми общаешься, вообще чувство всегда особое, прям приятно находиться. И чувствуется, что у детей такая энергия положительная, позитив. Мы должны сделать все, чтобы их детство было счастливое, они были довольны. Мы должны такие условия создать, и мы это делаем, чтобы они могли развиваться. Депутат Совета депутатов Ленинского округа Павел Русаков подчеркнул значимость этого мероприятия. Оно объединяет людей перед таким достаточно главным, одним из главных праздников нашей страны. Во-вторых, та работа, которая проводит «Импульс», она бесценна, потому что это работа с детьми, это работа с будущим поколением. То есть здесь закладывается фундамент. Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества помогает развивать потенциал детей и молодежи. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В преддверии Нового года в Ленинском округе проходит много различных культурных праздничных мероприятий, в том числе и «Елка главы». Это новогоднее мероприятие – давняя традиция муниципалитета. Обычно его участники – ребята старше 7 лет, но уже второй год подряд на «Елку» приглашают и самых юных жителей муниципалитета. Почти 300 мальчиков и девочек от 3 до 6 пришли в этот раз в ДК, чтобы зарядиться волшебным настроением. Эта елка проходит для детей, родителей которых попали в трудную жизненную ситуацию, для детей участников СВО, для детей инвалидов, для детей из многодетных семей, также для детей, которые показали большие достижения в конкурсах. Интерактивные игры, хороводы, мастер-классы, сладкие подарки – было сделано все, чтобы яркую, захватывающую атмосферу любимого праздника почувствовали все гости мероприятия. Да, нравится, все нравится. Спасибо молодым ребятам, которые организовывают все это, волонтерам, для еще более молодых ребят. Новогоднее настроение очень чувствуется. Спасибо. Волшебную сказку для юных зрителей придумали и сыграли артисты театра «Тви», для которых выступать перед такой аудиторией – задача хоть и непростая, но очень приятная. Все мы знаем, что маленьких детей очень трудно завлечь, но в данном случае сегодня их завлечь удалось в 100%. Работать такой маленькой аудитории – только одно удовольствие для нас. В заключении праздника детям показали новогодний спектакль. Его активными участниками стали и сами ребята, помогая положительным персонажам спасти от злого колдовства Дедушку Мороза. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok